Всем привет дорогие друзья, с вами Ромус, сегодня будем играть на сервере Кристаллик с долгожданным роликом, но на самом деле просили подписчики что-то такое заснять, и так мы начинаем. Это ребята новая мини игра на Кристаллик, но она не супер новая, но по факту она новая, микроферма, нужно было конечно раньше ролик записать, как только она вышла и назвать новый мини режим на сервере Кристаллик. Сейчас уже ребята некоторые прошарились в топах, всякие находятся в топе 1717, много или мало, я не знаю, сколько тут, много игроков играет на самом деле. Ну вот, в общем-то говоря, хочу вам рассказать об этом режиме. Так, прежде чем показать, что у меня уже есть, хотя справа видно, что у меня уже есть, давайте сейчас посмотрим, как вообще здесь начать. И так, когда вы здесь возродились, вам нужно подойти к нпс, взять задание, и в общем поделать то, что оно, 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 они говорят. Нужно будет покопать траву, потом нужно будет, по-моему, засадить пшеничку немножко, но я вам расскажу свой гайд, профессиональный, абсолютно гайд, как играть на этом режиме, как зарабатывать максимум. Итак, поехали. Вы появляетесь здесь, выполняете квесты нужные, это все понятно. В общем-то говоря, вы фармите траву, зарабатываете на этом деньги. Вы можете прокачивать фарм травы, как и фарм того, что вы сажаете автоматически. И, в общем-то говоря, вы прокачиваете траву, и вот плюс 10-15%, ну, поначалу 5, там, как вы прокачаете, будете фармить дополнительно. На самом деле, это может быть существенно, это может существенно ускорять ваш доход, потому что вы в стычке плюс 10% условно фармите. Ну, опять же, зависит от того, сколько вы прокачали. То есть, это, не забывайте об этом, нельзя забывать про фарм травы в амбаре. Почему? Потому что это вам, как минимум, плюс 10%, ну, как вы прокачаете, даст. Вот, покажу сейчас прокачки, какие у меня куплены. На самом деле, режим стрима с подписчиками, стримили 2 часа, наверное. Вообще, с кайфом постримили, всем понравилось. Улучшение травы, вы покупаете это, ломание травы, вы даст на 400% больше денег. То есть, уже будет вообще классно. Вы покупаете это, 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 и видите, вот это уже крутая тема. Да, вот это, точнее. Видите, ломание травы дает вам дополнительно 5% от нынешнего уровня производства. То есть, все, что вы там понапокупали, 5% от этого вам будет сломать травы даваться. Это вообще имба, советую это прокачать обязательно. Вот, подписчик пришел. Улучшение растений. Вот здесь тоже вы покупаете улучшение. Видите, оно дает плюс на сколько-то процентов к бонусам. Вот, прокачиваете. И каждый день открываете тайный сундук. Вам что-то выпадает здесь. И это выпадает какой-то титул обычно. Вы заходите сюда, в титулы. И здесь есть всякие крутые плюшки. Вот, весь такое, есть такое. Вот, фермера советую вам брать. Или такую, что вам нравится больше. Но фермера плюс 2, 5% очень приятно. То есть, бесплатный такой буст. Вы ничего не платите. Вы выбили этот бустер в этот титул. Применили его. И фармите бабки, что очень-очень классно. Все пишут чатьев, потому что бутер закончился вот так. Тут можно покупать, как я понял, животных. Я пока что не покупал. Но скоро все будет. Как только выходим с травы, идем сюда. Покупаем пшеницу. У нас засаживается одна пшеничка. Мы нажимаем по кем-н-н-пассиву. Покупается она. Если у нас хватает денег. Начисляется каждую секунду пассивный доход. И справа пишется, видите, доход. И сколько долларов в секунду вам начисляется. То есть, чем больше купите, больше будет начисляться. Новичкам обычно советуют на этом режиме покупать 5 единиц этого добра. А ждать, копить. И после того, как вы накопите денег, покупать уже следующее. То есть, по 5 единиц каждого растения покупать. Каждого овоща, каждого цветочка. Мы бежим прямо. Видите, здесь разные вещи. Все это надо покупать. И если у вас будет ивент грязнули какой-нибудь, то вам надо окунуться в воду. Вода у нас здесь. То есть, мы окунаемся. И у нас через какое-то время пропадают эффекты. Мы уходим отсюда. То же самое у вас будет ивент. Он раз какое-то время проходит засуха. Вам нужно будет взять ведро у того NPC на спауне. Взять воду отсюда. То есть, зажать ПКМ. Пока что у вас не возьмется вода здесь куда-нибудь. И каждый будет NPC проходить. И давать это ведро воды. Тогда у вас засуха пройдет. Вот так это делается. Сейчас покажу вам, чего я добился. Как я здесь развился. Бежим прямо. Бежим прямо. Видим то, что тыковки, арбузики. Есть, конечно, не до конца откупил. Потому что там не супер выгодно это делать. Вот столько мухоморов. Столько вот белых грибов. Розочек вот столько приобрел. Хотя, ну, может было 5 всего лишь. Но я так уж. Разошелся. Разошелся. Вы покупаете также фонтаны. Фонтаны. Вот там вот первый фонтан находится. Видите, вдалеке. И этот фонтан. Они дают бутеры. То есть, видите. Тот фонтан удваивает производство. И вот этот фонтан написан удваивает производство. Вы покупаете. Бам. И у вас плюс. Икс два точнее доходы. То есть, вообще. Самое выгодное вложение, наверное. После этого вы идете сюда. Здесь тоже есть какие-то растения. Можно, конечно, путь сокращать от спауна. Сразу сюда бежать. Но я вам по порядку показываю. Вы покупаете ландыш. Ландыш вам дает денежек очень много. Как вы видите. Прям супер много. Вы покупаете мертвый куз. Дальше он очень дорогой пипец. Но вы покупаете обязательно. Достаточно 5. У меня 7 куплено. И дальше идете адский нарост. Вот у меня куплено 5 единиц. После адского нароста нужно уже покупать следующую вещь. Тут можно, кстати, мега фонтан купить. Тоже будет вообще имба. Но, сами понимаете, купить очень долго мне до него. С таким доходом. Нужно идти, получается, вот туда. По идее. Или туда. Вот. Во. НПС у нас стоит следующий пион. 3 и 3 квадриллиона. Очень дорого. Но у меня 2 и 5 уже есть. И нужно будет мне вот это приобрести. И доход сильно-сильно увеличится. Тут есть всякие такие поля. К сожалению, добывать это все нельзя. И ты вот на фоне таких полей прокачиваешь свою ферму. Короче говоря. Прокачиваешь свою ферму. То есть, коза, а зачем я ее прокачиваюсь? Это уже такие поля есть. Ну, вот так сделано. Так устраиваются. Пчелки, видите, летают, как казалось бы. Я вам рассказал о кратеньких гайд. Как зарабатывать огромное количество денег. То есть, запоминаем. Не забываем прокачивать улучшение травы. Улучшение всяких там овощей, фруктов, цветков. И обязательно покупайте по 5 штучек. Ну, 7, допустим, единиц каких-либо растений. И после чего переходите к следующим. Вам понадобится, конечно, время, чтобы накопить деньги. Но фишка в том, что одно такое растение условно дает, по-моему, приблизительно, как 5 растений прошлого вида. Менее дорогого. Вот так. Такие дела. Видите, сейчас утро. Онлайн 1100. В Москве 11 часов. Но онлайн уже такой. Периодически, по крайней мере, сейчас нельзя зайти. То есть, там есть 1200, допустим, онлайн. И нельзя зайти. Чувствую, что делать непонятно. Но это, видимо, какой-то баг. Ну, либо как-то сервера переполняются. Не знаю. Ну, в общем, такой режим, ребят. Видим этот лайк. Стоит колокольчик и подписка. Вот все, что вам надо сделать. Поставьте лайк. Подпишитесь. Я надеюсь, вам было очень понятно, очень просто. Такой вот гайдик. А на самом деле, многие новички спрашивают в чате. Ну, представляете, человек зашел, вообще не знает, что делать. Видосика ни одного не видел. И теперь у вас есть гайд. Теперь вы можете увидеть, как здесь надо развиваться. И не понадобится ничего в чате, спрашивать, держать ответа. Заходите, пользуйтесь данным гайдом. И ставьте лайки. И пишите в комментариях, если вы еще ролики по данному серверу. А также не забывайте, что у меня стримы проходят на ютюбе. И даже на твиче. Твич. Твис наш ромос. Там, помимо, еще разные игры есть. Дота, GTA 5, всякие. Ну, там классная игра бывает. Киберпанки. Спасибо. Еще раз спасибо за просмотр. Ну, реально надеюсь, что вам помогут. Потому что такие, казалось бы, простые вещи рассказываю. Но людям-то помогают. Людям-то помогают. Все. Спасибо за лайки, за просмотр. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok